Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о людях и событиях, достойных особого внимания. Это Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Кнадакова. Последний герой ушел из жизни полный кавалер Ордена Славы Михаил Степанович Побызаков. Больше ветеранов такого ранга в Хакасии не осталось. Спекуляция или вынужденная мера? В Хакасии стремительно растут цены на продукты. Чрезвычайная ситуация. В чрезвычайном ведомстве начальник управления генерал-майор Андрей Фирсов попал под уголовное преследование за злоупотребление должностными полномочиями. Жизнь после паводка. Как жители пострадавших территорий справились с бедой и какая еще помощь им необходима? Минздрав предупреждает. Льготники могут остаться без лекарств, если, конечно, не проявят сознательность. Республиканская казна не может спасти всех нуждающихся. Миллион туристов за лето для Хакасии не предел. О перспективах развития туризма. Интервью гостя программы председателя Госкомитета по туризму Елены Егоровой. Хакасия лишилась одного из самых заслуженных своих ветеранов, Михаила Степановича Побызакова. Герой Великой Отечественной, последний полный кавалер Ордена Славы. Всего в республике их было 16. Михаил Степанович умер во вторник на 97-м году жизни. Герою не хватило совсем немного, чтобы стать ровесником века. Но сухие цифры не всегда отражают реальную жизнь. У тех, кто прошел войну, каждый год идет за два, а то и за три. Вот что говорится на сайте Министерства обороны России о ветеране. Родился в селе Усесь Аскизского района Хакасии Красноярского края в семье крестьянина. Хакас. Окончил 7 классов в 33-м году в 37-м в горнопромышленное училище. Работал электрослесарем на шахте в Черногорске в Красной армии с сентября 1939 года. Как он получил свой первый Орден Славы? 17 ноября 1943 года вступил в бой с превосходящими силами врага в районе города Речица, Белоруссия. Действуя из засады, артиллеристы под командованием Побызакова подбили два танка, три автомашины с военными грузами и уничтожили свыше десяти гитлеровцев. Награжден Орденом Славы Третьей степени. А 22 апреля 1945 года старшина Побызаков во время форсирования реки Шпрее, юго-западнее Фюрстенвальде, командуя орудием, вместе с бойцами расчета уничтожил свыше десяти пехотинцев, подавил пять пулеметных точек, сжег три автомашины с боеприпасами. Награжден Орденом Славы Первой степени. Хотя хакасской крови в Михаиле Степановиче было только четверть, он считал себя хакасом. Прекрасно говорил на хакасском языке и всех своих детей записал хакасами. Настоящий патриот своей земли он пользовался безмерным уважением. Его имя войдет в памятную книгу о кавалерах Ордена Славы, которая готовится к 70-летию победы в следующем году. Прощание с героем прошло в четверг. Михаил Степанович Побызаков – ветеран Великой Отечественной, человек эпоха. Его биография начинается в Первую мировую войну, вплетается во Вторую мировую. Проходя через годы репрессий и перестройки, Михаил Степанович прожил почти век. В историю хакасии Россия вошел как полный кавалер Ордена Славы. В 1939-м его призвали на военную службу на Дальний Восток. На фронт попал в 1942-м. Он в артиллерии, в полку артиллериста, бог войны, говорят. А пехота, царица полей пехоты. Я пехоту служил, а он бог войны. Поднакомились мы всегда вот в День Победы, когда сейчас-то. А там же все время дают в День Победы по 100 грамм. Мы с ним чокнулись. Все время День Победы отмечали с ним вместе. Первый Орден Славы Третьей степени получил в 1943-м. В 1945-м за уничтожение бронемашин, пулеметов, десятка противников. Награжден Орденом Славы Второй степени. А через год герой нашла Третья Великая награда – Орден Славы Первой степени. От республики у нас 16 кавалеров. Оставший был последний живой у нас. Мы подняли вопрос о том, чтобы ему присвоили почетный гражданин Республики Акасии. В прошлом году ему присвоили звание. Михаил Побызаков родился на Аскизской земле. Сюда же, в родной Устье, свернулся с войны. Работал слесарем, мотористом, вырастил четверых детей. Правнуков уже сегодня 12. Проститься с героем в РДК имени Кадышева сегодня пришли десятки человек. Родственники, друзья, знакомые, боевые товарищи. В знак уважения и почета море цветов и венков. Марш духового оркестра. Слова благодарности за то, что судьба свела с таким человеком, прошедшим всю войну и не любившим говорить о своих подвигах. Жители помнят его и говорят о том, что какая бы ненастная погода ни была, какая бы грязь на улице ни была, всегда хромовые сапоги начищены, блестят, осанка. И настолько был скромный человек, что вот ребятишки тогдашние, сейчас уже пожилые люди говорят о том, что мы не знали, какой великий человек рядом с нами, потому что он был очень скромный. Похоролели ветераны рядом с супругой на Потсенинском кладбище под залпы боевых орудий. В памяти ветеране, полном кавалерии ордена славы, будет жить в сердцах не только родных, но и всех жителей республики. На здании Усть-Есинской средней школы, где учился герой, установлена мемориальная доска. В районе традиционно проводятся турниры по хоккею с мячом на кубок Михаила Побызакова. Наталья Громашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. А сейчас о стремительном росте цен на рынках Абакана. В считанные дни подорожало мясо птицы, молоко и другие продукты. Как признаются в антимонопольной службе, их горячая линия просто разрывается от звонков. Жители Хакасии жалуются на подорожание говядины, мяса птицы, колбасы, молока. В чем причина, пока непонятно. Торговцы кивают на поставщиков, а те на производителей. Кто на самом деле взвинтил цены, предстоит разобраться специалистам антимонопольной службы. Но уже сейчас они вынесли предупреждение в адрес производителей. Покупателям же остается надеяться, что правительству удастся сдержать свое обещание. Не допустить спекуляции с ценами на продукты. Производитель наш, оно все дорожает. Мясо подорожало, молоко подорожало, я видел. Идет спекуляция наших продавцов, скорее всего. Производители, которые продают, видимо контролируют. А тот, кто тащит на прилавок мясо, продукцию готовое, они пользуются вот этим моментом нехорошим. Коррупционный скандал в республиканском управлении МЧС на неделе получил продолжение. Руководителя ведомства Андрея Фирсова заключили под домашний арест. Как предполагает следствие, генерал-майор был в курсе того, что в управлении действует система вымогательства взяток. Более того, возможно, он сам был к ней причастен. Подробности дела, которое, безусловно, станет одними из самых громких в этом году, смотрите далее. Арест генерала Фирсова стал логическим продолжением скандального дела МЧС в Хакасии. Напомним, ранее в октябре прошлого года Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о взяточничестве в этом ведомстве. Сотрудники МЧС отдавали часть своих премий вышестоящим начальникам. Под уголовное преследование попали замначальника финансово-экономического отдела Елена Фетисенко, помощник начальника главка по кадрам Вячеслав Титов и начальник отдела противопожарной службы Сергей Ожегов. Первоначально речь шла о взятках на сумму в 180 тысяч рублей. В январе этого года прокурор республики Виктор Хломакин на пресс-конференции подтвердил, что генерал Андрей Фирсов знал о нарушениях в своем ведомстве. Есть хорошая поговорка. Рыба либо гниет, либо все с головы начинается. Либо она оздоравливает. По крайней мере, на сегодняшний момент по имеющимся у меня материалам, той проверке, которую мы проводили, безусловно, он сдал. Конечно, там речь шла о создании какого-то так называемого резервного фонда. Все эти месяцы о ходе расследования дела о взятках практически ничего не было слышно. В среду информационные сайты распространили новость о том, что Андрей Фирсов задержан, его допрашивают как свидетеля. Позже выяснилось, что генерал-майор совсем не свидетель, а подозреваемый. 20 августа 2014 года поступило ходатайство следователя по особо важным делам Следственного комитета по республике Хакасия о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения начальнику МЧС России по республике Хакасия Фирсову. Постановлением судьи было избрано мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Как сообщили в прокуратуре, на главного спасателя Хакасии возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Следственные комитеты, управление ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение дела, от комментариев пока воздерживаются. За всю историю республиканского главка МЧС это, похоже, один из самых громких скандалов и только время покажет, какие перемены теперь ждут чрезвычайное ведомство. Андрей Фирсов возглавляет управление с 2005 года и каких-либо претензий к его службе до сих пор не было. Добавим, что похожее дело, когда руководящие работники МЧС вымогали деньги с подчиненных, было в Забайкальском крае и там следствие смогло доказать вину самого главного начальника службы. Стали известны некоторые подробности аварии, в которой погибли две несовершеннолетних девочки. Все случилось рано утром между Черногорском и Пригорском. Как выяснилось, на трассе были не две, а четыре девочки. В пять утра компания шла пешком в сторону города угольщиков, когда двоих из них сбила иномарка. Две другие школьницы смогли увернуться от удара. Их показания сейчас представляют особую ценность для следствия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Водитель, кстати, не скрылся с места столкновения, известно, что он был трезв. Сейчас полиция ждет результатов экспертизы. И пока в этой истории остается больше вопросов, чем ответов. Главное из которых, что делали несовершеннолетние дети на трассе в пять утра. Больше двух месяцев прошло с момента катастрофического паводка, когда из-за подъема уровня реки Абакан вода затопила сотни домов. Жители пострадавших территорий восстанавливают жилье, а власти продолжают оказывать им поддержку. Мы побывали в дачном обществе «Водник» и увидели, как там жизнь постепенно приходит в норму. Вот так он был, не доходя вот этой лесенке. Вот так. То есть под подоконник полностью вообще. Семья Хлыщевых только сейчас стала возвращаться к более-менее нормальной жизни. Вода из подвала ушла две недели назад. А до этого была, казалось, нескончаемая работа по приведению жилья в порядок. Все вскрывали и сушили. Часть мебели пришлось выкинуть. То есть тут я уже на второй раз обрабатываю все, прогрунтовываю, заново клеем. И оно все вот отходит, потому что штукатурка, она даже отварит настолько мягкая вся. Все пропиталось водой. Не знали, за что схватиться. На все смотришь, и вроде и то надо сделать, и то. Глаза разбегаются, руки отпускаются. Ну ничего, потихонечку сил набрались. Разгребли все. Вот здесь вот яма была, мы отсюда вот землю перекидывали сюда, потому что здесь... Да, все засыпали обратно. Один щебень. Тот забор лежал, этот тоже лежал. А урожай как вот на этой земле растет теперь? Все едят вообще, все вот. Картошка вся поедена, помидоры тоже, я не знаю, что вот все с ними. Большой поддержкой для молодой семьи с двумя маленькими детьми стала помощь властей, которые отправили к пострадавшим строителей. Они помогали им с работами и предоставили стройматериалы. Кроме того, владельцы затопленных участков получили компенсацию с федерального бюджета. По 60 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи. Ну вот этих денег, что выделили, нам хватило, чтобы заменить вот пол. То есть полы все ушло, вот это вытащили полностью, все сушили, меняли. И вот, ну, косметический ремонт. Водник стал одним из наиболее пострадавших жилых районов Абакана. Всего здесь живут 200 семей, и не у всех оказалась прописка. Но это не значит, что рассчитывать на помощь они не могут. Желающие через суд доказывают факт постоянного проживания в дачном обществе. Суды идут навстречу, рассматриваются все материалы. Наша задача, как органов территориального самоуправления, подтвердить факт проживания, найти свидетелей. Ну и, естественно, в качестве свидетелей присутствовать на суде и представлять интересы граждан. Получить деньги, пусть и гораздо меньше, можно еще одним способом. Правительство организовало общественные работы для безработных жителей пострадавших территорий. В столице Хакасии они проводятся как раз на Нижней Согре. Трудотряд занимается уборкой. За месяц положено 8 с лишним тысяч рублей. Общественные работы субсидируемые. Тот работодатель, который заключил договор с центром занятости, получит возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных граждан. Республиканские власти прорабатывают и другие виды помощи пострадавшим от паводка. Не исключено, что будет решен вопрос с жилищными сертификатами для тех, чье жилье не подлежит восстановлению. Тем временем пострадавшие всерьез задумываются о том, как обезопасить себя на будущее. Если есть возможность, то надо переезжать. Однако для многих это нереально. Люди как бы не побросали свои участки, так и живут. Мы тоже никуда не собираемся, потому что у нас вариантов нету, куда переезжать. То есть люди живут все, так же восстанавливаются. Ну и мы тоже здесь бросать ничего не собираемся. На неделе Хакасио посетил глава спецстроя России Александр Волосов. Он проверил, как идет строительство военного городка для железнодорожной бригады. Проект Крайфов. За два года надо освоить 6 миллиардов рублей и построить десятки объектов. Строители, как говорится, готовы ринуться в бой, но мешают некоторые обстоятельства. Константин Кравцов продолжит. Здание само конструктивно, но и сэндвичь подальни. То есть металлокаркасы обшивается сэндвичь подальни. Это современное решение. Модно, стильно, молодежно. О таком культурно-досуговом центре военные и мечтать не могли. Сейчас здесь идет заливка фундамента, но в итоге вырастет крупнейший КДЦ размером 8 тысяч квадратных метров. С доброй сотней помещений. В здании будет банк, кафе, кинотеатр и даже бильярд. Объект, конечно, будет обслуживать и жители Абакана, и район МПС. Но прежде всего выговорим. Срок окончания строительства – это декабрь 2015 года. Мы даже с опережением идем. Так что задим вовремя. Вот это тяжело стукаешь. Еще подсыпь, подсыпь. Подсыпь маленько. А вот по соседству – будущее столовое. Помещение на более чем 800 человек. Здесь же будут военные продуктовые хранилища. Цена проекта – 160 миллионов рублей. Но здесь удивляет даже не сумма, а сроки исполнения. Как говорится, построить здание от А до Я – на это у строителей всего полгода. Сейчас выполняем армирование фундамента плиты. Так, сроки начала работ у нас был июнь 2014 года. Сроки сдачи – декабрь 2014 года. В целом же в проекте военного городка 77 объектов. Параллельно со столовой идет строительство бассейна, спортзала, казарм. К концу года должно быть построено 24 тентовых укрытия для техники. Грандиозный проект собрал, пожалуй, все строительные фирмы Хакасии. И здесь не менее грандиозны сроки на все про все до конца следующего года. Впрочем, строительство городка впечатляет не только определенными сроками. Цена проекта, можно сказать, рекордные – 6 миллиардов рублей. Это почти половина всего бюджета Хакасии. Деньги, конечно, не республиканские, заказчик военного городка от Министерства обороны. Однако исполнение под пристальным наблюдением местных властей. Виктор Зимин практически ежемесячно собирает строителей на совещание. До конца года нужно освоить порядка 4 миллиардов рублей. На данных объектах работы много. Вопросов, по ходу, тоже возникает много. Причем основная масса из них – это стыковочные все проблемы между службами. Одна из главных проблем – взаимодействие с заказчиком, говорят строители. Время поджимает, а на ряд объектов нет проектно-сметной документации. Так или иначе, но о каком-то продлении сроков речи не идет. Виктор Зимин пообещал лично обратиться к министру обороны Шойгу за разрешением спорных моментов. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В пятницу страна в 20-й раз отметила День государственного флага. В 1994 году указом президента 22 августа стала особой датой в календаре. В республике каких-то празднований в этот день не было. Основные политические силы сейчас заняты подготовкой к предстоящим выборам. Но хотим напомнить зрителям, что триколор – это символ государственной власти, а его цвета означают благородство, верность и мужество. Дефицита льготных лекарств в Хакасии нет, но серьезные проблемы в этой сфере остаются, заявили в Минздраве республики. Средств местного бюджета не хватает, чтобы обеспечить медикаментами всех льготников. Единственный выход, уверяют чиновники, вернуть федеральную льготу тем, кому она положена по закону, и тем самым разгрузить республиканскую казну. Напомню, разбор полетов по лекарственному обеспечению чиновникам устроили депутаты на правительственном часе. И вот теперь представители Минздрава дали ответную пресс-конференцию. В социальной аптеке Абакана на удивление пусто. Обычно с утра здесь большие очереди, уверяет Валентина Горбунова. Пенсионерка уже три года получает рецепты на льготные лекарства. Однако воспользоваться ими до сих пор не удавалось. Приходилось экономить и откладывать деньги с пенсии. В этот раз повезло. За историю существования вот этой вот аптеки я впервые получила льготные здесь по терапевту. Как терапевт описывает? Ну, по общему заболеванию. Экономия существенная, потому что я покупаю лекарства. Вот за месяц я трачу 2,5-2,7, а сейчас вот 400 рублей я сэкономил. В Минздраве проблему признают. С трудностями по-прежнему сталкиваются региональные льготники. Из-за недостаточного финансирования не все лекарства поступают в социальные аптеки. Впрочем, в перебоях отчасти виноваты и сами люди. Те, кто федеральную льготу забирают деньгами и в то же время претендуют на региональные лекарства. Произошел огромный перекос. Он очень заметен последние два года. То есть у нас уходят льготники федеральные, при этом они начинают пользоваться региональной льготой. И мы теряем средства федерального бюджета, которые бы нам помогали. Ну вот по 2013 году, 2014 году это более 200 миллионов федеральных средств, которых мы недополучили. Нагрузка на казну Хакасии возрастает в десятки раз. Сегодня число льготников в республике 58 тысяч человек. На обеспечение их лекарствами в этом году из регионального бюджета выделили 260 миллионов рублей. На федеральной льготе остались лишь 12 тысяч. На их лечение Москва отправила 130 миллионов. К слову сказать, средний рецепт обходится в полторы тысячи рублей. В такой ситуации в местном бюджете денег хватает далеко не на все препараты. Так как региональная льгота, мы ограничены суммой средств, и нам ее, как правило, в течение года не увеличивают. А количество регионалов появляется с геометрической прогрессией. Естественно, мы в первую очередь удовлетворяем потребности региональных льготников. Это онкология, это страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, куда относятся болезни сердца и сосудов. Это пациенты, которые страдают бронхиальной астмой. Проблема с льготными лекарствами, уверены в Минздраве, решится, как только пациенты перестанут отказываться от федеральных лекарств. Ведь сбоев с их поставкой нет. Кстати, определиться нужно до 1 октября. Заявление необходимо написать в Управление пенсионного фонда по месту жительства. Если же возникают проблемы с получением положенных по закону медикаментов, к примеру, аптека не принимает рецепт на отсроченный отпуск, можно связаться с Министерством по горячей линии 350 811. Ольга Стельмах, Сергей Казмин, Вести Хакасия, События недели. Этим летом поток туристов в Хакасии составит порядка миллиона человек. Об этом заявляют в Госкомитете по туризму. Но вот есть ли от этого ощутимый и выгодный для республики эффект, и как нужно развивать отрасль дальше, об этом с руководителем ведомства Еленой Егоровой поговорила моя коллега Наталья Чудина. Сезон купания практически у нас заканчивается в Хакасии. Вот скажите, сколько туристов, по предварительным данным, посетило у нас Ширинские озера в этом году? В этом году, по предварительным данным, за первое полугодие около 500 тысяч туристов посетило. Но это только по июль месяц у нас еще впереди и теплый август, и еще захватывает сентябрь. Но вообще посещают уже практически круглогодично, учитывая, что все-таки у нас там находится и курорт на Утершера. Ежегодно около миллиона туристов по мониторингу, начиная с 2009 года, Ширинские озера посещают. Ну что получают от туристов Хакасии и Ширинский район конкретно? Ну на самом деле получают достаточно много положительного. В первую очередь это те средства, которые индивидуальные, средства, которые сдают в наем в жилье, приезжают туда туристы, отдыхающие. Это налоговое поступление, где размещаются базы отдыха, где организованы пляжи вокруг озер. То есть это, естественно, и земельный налог, и достаточно приличный. То есть и в сравнении он ежегодно увеличивается по Ширинскому, ну и в том числе консолидированный бюджет в республику Хакасия. Но есть у нас какие-то расчеты по тому, каков этот экономический эффект? Да, эти расчеты есть. Они будут ближе уже к концу августа. То есть сейчас мы с муниципальных образований со всех подводим такие итоги. И суммы впечатляющие для Ширинского района. Есть большие отрицательные моменты. Вот какие они? И что намерены с этим делать власти республики? На самом деле вы правы, что вот та рекреационная нагрузка, то есть когда приезжают люди на отдых, иногда приезжают и очень много неорганизованных туристов. И как раз вот это и влияет. Это в первую очередь загрязнение тех озер, где они отдыхают. А их в Ширинском районе достаточно много. Более такие крупные – это Белё, Шира, Туз в том числе. Если на озере Иткуль там определенные ограничения, потому что заповедник Хакаски, и присутствует та защищенность, чтобы озеро было чистым и ограничивалось от этой рекреационной нагрузки. Еще бытует мнение, что все-таки в течение зимы, когда нет такого наплыва туристов, озеро как бы отдыхает. Это абсолютно неправильно. И по данным заповедника, что все-таки не хватает вот этого времени для отдыха озер. Ну, конечно же, в первую очередь это мусор, который оставляют туристы на неорганизованных пляжах. А таких, ну, к нашему счастью, на сегодняшний день не так много, но они присутствуют. Ну, и во-вторых, какие меры республика Хакасия и регион в том числе предпринимает уже второй год подряд. На озере Белё, Шира, в этом году и Баланкуль, введены ограничения на маломерные суда, то есть на гидроциклы, которые, собственно говоря, именно в купальный сезон, а это немаловажно. Ну, и во вторую очередь, очень тесно сотрудничают с собственниками пляжей, чтобы постоянно был вывоз мусора, это в обязательном порядке, то есть постоянно была чистота. Ну, и, естественно, необходимо именно обустройство организованного отдыха. Организованного отдыха, когда турист должен приезжать и знать, в каком месте я могу отдохнуть, какие услуги я могу получить, чтобы не навредить вот той уникальной природе, на которую мы приехали. То же озеро Шира у нас загрязнено до невозможности. Мы уже видим менгиры разрисованные краской из баллончиков. Рядом с наскальными рисунками у нас порой появляются надписи «Здесь был Вася». Вот вам не кажется, что чем больше мы привлекаем к себе туристов, тем больше мы обрекаем нашу природу и наше культурное наследие, вот историческое? На самом деле, я с вами поспорю в этом отношении. Вот такое мнение бытовало, может быть, года четыре назад. Да, действительно, были такие вандалы, которые приходили и писали «Здесь был Вася». Но на сегодняшний день властями делается очень многое. И я не думаю, что оставляют такие надписи очень часто сейчас. Почему? Потому что памятники истории культурного наследия благодаря Министерству культуры Республики Хакасия создано очень много музеев под открытым небом. И в том числе за этим следят, и туристы становятся организованными. Ну, Госкомитет по туризму стал недавно отдельным ведомством. Вот что изменится в политике по развитию туризма в связи с этим? Ну, на самом деле, сфера туризма затрагивает очень другие сферы экономики. Это и культуру, это и спорт, это и транспорт в том числе, это и объекты питания и так далее. То есть, в целом, вот как бы по стране, по России, особенно где присутствуют республики, то есть в региональных таких, будем говорить, отдельных субъектах, да, уже выводят отдельно туризм в Госкомитеты, в ведомства какие-то. И вот в этом году тоже было принято решение главой Республики Хакасия о выделении ведомства. Для чего? Для того, чтобы скоординировать некую вот эту вот взаимосвязь между ведомствами и министерствами и выходить уже на федеральный уровень, в том числе с туристко-репрессионными, например, кластерами, чем мы сейчас вплотную занимаемся с различными ведомствами и министерствами. Есть у нас еще какие-то места, которые мы бы могли представить туристам? Ну, на самом деле, когда вы едете в ту или иную страну, вы едете не конкретно в гостиницу, вы едете не конкретно в какой-то ресторан, вы едете на что-то. То есть у нас Хакасия довольно-таки хорошо представлена своей уникальностью, и она должна быть уникальна, она должна быть узнаваема как Хакасия. И я думаю, что нашей Республике в этом плане повезло сохранившееся наследие древнейших цивилизаций, историко-культурное, природное наследие. Достаточно широко на сегодняшний день представлены те объекты, повторюсь еще раз, и музеи под открытым небом, и вот те природные памятники, которые обустроены в том числе, и их предостаточно, ведь озера есть везде. Но когда мы приезжаем на Ширинские озера, очень много те же сундуки, которые посещают с интересом. До Ивановских озер, которые тоже уникальные, точно так же можно доехать, где присутствует очень много памятников истории, культуры и природных, тот же самый Иткуль, куда иностранцы просто маленький Байкал его называют. И, на мой взгляд, их достаточно уже. Просто мы с вами не всегда и не все изучаем и не знаем даже жителей республики Хакасия. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И один из тех, кто продвигает Хакасию на столичном уровне, певец Руслан Ивакин. Он стал участником нового телепроекта «Артист» на канале «Россия». Шоу стартует в сентябре, и на нем Руслану понадобится наша с вами поддержка. О чем идет речь, узнаете далее. Чуть больше двух недель до старта музыкального шоу «Артист» на канале «Россия-1». Позади жесткий отбор. В проекте пробовались тысячи участников. Хакасский певец исполнил песню на национальном языке «Акуна» и свое право на финал буквально отстоял. У всех жюри сложилось мнение, что на сегодняшний день этно-жанр и песня, которую я исполнял, слишком аутентична. И что за меня не будет голосовать народ. Я начал спорить, с жюри не согласился. Потому что после предыдущих телевизионных проектов, на которых я тоже представлял Хакассию, исполнял этнические песни, было тысячи сообщений со всей России, и людям это нравится. Ставки на вкусы слушателей делают и организаторы шоу. Отбирать победителей будут жители всей России в прямом эфире. Через специальное мобильное приложение голоса в виде аватарок будут появляться на интерактивной стене во время выступления артиста. Участники смогут рассчитывать лишь на силу своего голоса. Я буду видеть всех телезрителей, кто за меня будет голосовать. То есть я буду визуально всех видеть. Потому что фотографии их будут мелькать у меня перед глазами. И если я набираю 70%, то стена начинает подниматься. Музыкальное шоу выйдет в эфир 5 сентября. Уже 12 сентября в числе первых выступит певец из Хакассии. Время до конкурса Руслан решил провести в родной Хакассии. Здесь особая земля. Особая, и она энергетически тебя, конечно, заряжает всегда. Здесь мне приходят всегда творческие мысли. Я здесь пишу стихи, пишу музыку. Здесь, на этой земле, вот, подтверждение. Молодой вокалист Руслан Ивакин, кроме помощи Хакасской земли, надеется и на поддержку жителей республики, чтобы о Хакассии узнала вся Россия. Ольга Стильмах, Сергей Казьмин, Вести, Хакассия. В Абакане отшумел день города. Как всегда, он прошел с размахом и на широкую ногу. Репортаж о празднике будет в завтрашнем выпуске Вестей. А сейчас предлагаю вашему вниманию вернуться на 26 лет назад. В архиве ГТРК Хакассия сохранились кадры первого дня города. Это был август 88-го года. И во многом на традиции того праздника опираются сегодняшние организаторы дня города. Как и сейчас, тогда было шествие праздничной колонны. Причем в чувстве юмора на злобу дня его участникам явно не отказать. Кто-то поддерживает сухой закон, а кто-то призывает к борьбе с коррупцией. В цветочной выставке еще один гвоздь программы. Эта традиция одна из самых крепких. И, конечно, нельзя обойтись без выставки овощей и плодов. Каждому интересно увидеть, что могут вырастить абаканские дачники. Благодаря архиву нынешняя молодежь может узнать, что на первом этаже дома радио когда-то был выставочный зал Жарки. И на день города там традиционно располагалась концертная площадка. Прошло более четверти века, но самый массовый праздник не сдает своих позиций, собирая в любую погоду тысячи жителей и гостей города. Такой была уходящая неделя. Завтра будет новая. Я желаю, чтобы она прошла интересно и плодотворно. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова